Повышением эффективности финансовых показателей в Роснано сегодня занимается специально созданная управляющая компания. За свои труды в течение двух последних лет она получила вознаграждение, превысившее 8 миллиардов рублей. Из этой суммы 130 миллионов были выплачены компании в качестве комиссии за успех, причем выплаты проводились даже с убыточных проектов. К сентябрю 2015 года были завершены 8 инвестпроектов, вложения в которые превысили доходы на 13 миллиардов рублей, а поставленные цели так и не были достигнуты. Критическую оценку получило и то, что государственная гарантийная поддержка Роснано осуществляется Минфином без должного анализа финансового состояния общества. Этот вопрос, по мнению аудиторов, сегодня приобретает особую актуальность. Дело в том, что еще год деятельность Роснано будет оставаться планово убыточной, а по долгосрочной программе развития до 2020 года сохранится его зависимость от господдержки. В Счетной палате предупредили, что в этих условиях общество с высокой долей вероятности не сможет выполнить свои обязательства по привлеченным кредитам. Основные потери опять-таки понесет бюджет страны.